И мы, неравнодушные жители, ходим и выискиваем тебя с фотоаппаратами. Зло все равно будет наказано, мы тебя найдем. Страшнее еще то, что травят у нас в городе. Это доказано экспертизой, препаратами, которые запрещены к продаже. В городе они отпускаются только по рецепту. Как такие препараты серьезные, можно просто так купить в таких количествах. Жить в городе и понимать, что в нем каждый день убивают собак зверским способом, это очень тяжело. Да, собаки не граждане, у них нет паспортов, прописки и прав, зато у них есть мы, люди. Приведу факт. В Москве перед Олимпиадой 80-х годов был проведен жестокий эксперимент. В городе убили всех бездомных кошек и собак до одной, начисто. Через полтора года популяция увеличилась вдвое. Цель властей – очистить город. Но во многих городах, в субъектах Российской Федерации это решена проблема полностью и гуманно. В Питере, например, сейчас бродячих собак настолько мало, что их за несколько дней можно вообще не встретить. Там, в Питере, действует программа ОСВ. Их стерилизуют и выпускают назад. При этом их прибивают от бешенства, метят и вводят в щип, чтобы его можно было отследить на любой территории. Еще хочу в пример привести муниципальное образование. Это город Нижний Новгород. Этот город уже ставят в пример депутаты, выступая по телевидению. Администрация этого города в 2014 году передала все полномочия решению проблемы подрядчику за защиту НН, которая занимается отловом и передеткой бездомных животных. На основе нее создана ветклиника и благотворительный фонд, и также приют на 150 мест. И успешно проводится программа ОСВ. Администрация города полностью участвует вместе с волонтерами в Нижнем Новгороде. Агрессивных животных оставляют в приюте, а потом пристраивают в качестве охранников. За год количество обращений недовольных граждан по поводу животных снизилось вдвое. Количество бездомных снизилось вдвое в городе. Более 10 городов переливли опыт Нижнего Новгорода. Туда едут делегации из Ростова-на-Дону, Чебоксар и другие города России, чтобы убедиться, что решение проблемы безнадзорных животных, выброшенных на улицу гуманными методами, существует. А что наш Брянск? В этом году программа ОСВ, когда забирают собачку, стерилизуют, прививают от бешенства и выпускают на улицу, работала только два месяца. Два месяца из 12. И потом нам говорят с администрацией, программа не работает. Во всех городах работает, в Брянске не работает. У нас стоит в Брянске готовый пункт передержки. Готовый, который только чуть оборудовать, чтобы и зимой там стерилизовать, и летом, и весной, и осенью. Можно гуманно регулировать численность в нашем городе. Я хочу еще закончить свое выступление. Давно пора понять, что через отношение к животным проявляется человеческая сущность. Спасибо.